Ух, мой малыш! Хорошо. Так, все уже здесь. Я просто смотрю на этот ужас. Они много. Семь. Это не так много. Есть такой ролик в интернете, когда все... ...все ученики ставят эти приписывающие устройства. И все ставят, ставят и уходят. Оставляют расстройство с этим. Ну, так он тоже застает свое печать. И все тоже уходит. Хорошо. Да, это хороший намек. Надо быть нам улучшить все дело. Нет, нет. Да, это хорошо. Все, мы начинаем, да? Нет, я не понимаю. Что мы начинаем? Что мы должны начинать? Что-то как-то несерьезное все. Мне должны сказать, где, что... Курс мы... ...али в странице. В прошлый урок мы прошли Гаисулин, Гамакиры, Гамаконовы, Асамев. Вот это я не помню. Вот это то ли прошли, то ли нет. Нет, прошли, прошли. Потому что это логически произстекает тоже. Здесь маркирует Гамаконов. Значит, я просто напомню общее напоминание. Общее напоминание у меня, что мы находимся в этой огромной вишне, которая является основанием всех, так сказать, части, ну или значимой части Перкеа. О методе и о прочем, как увеличить в себе возможность постижения Торы. Какие вот качества в себе укреплять, чтобы увеличить возможность получения Торы. Осознание Торы, понимание Торы и все. Потому что Торы, ты мне просто сказал, книгу читаешь. Это не поможет совершенно. Если ты не делаешь другие вещи, то мало Торы в тебя войдет. Я дверь забыл. Закрыта дверь? Закрыта дверь? Хорошо. Хорошо. Только не на замок так надо. Ну, на замок. Пока не вламывается еще особо. Тогда, мы говорили в прошлый раз, что Бакабалата Иссурин. Вот это как Куфмевадов. Что если человек понимает место Иссурин в мире. Например, что мы новое добавим сегодня. Каждый раз, наверное, новое что-то. Что мы добавим новое. Тамара будет недовольна. То, что было в прошлый раз, я скажу другое совсем. Я всем буду довольна. Я сегодня просто как раз учил в одной книге. Совпало как обычно. Когда я говорю слово совпало, то все это в кавычках слова совпало. Сплошь и рядом бывает. Когда человек усиливает выполнение какой-то митцвы. Или просто делает что-то хорошее. Или не делал, но начал делать. То есть, как бы сделал хороший шаг в жизни. И что мы находим? Что заболел после этого. Обеднел. Какая-то беда пришла. И нет никакой связи. То вообще непонятно. Да. Вообще непонятно. И это у меня на многих уроках я говорю. Кто знает, уже знает это. Что как плохо поступают люди, которые преподают Тору. И говорят, что смотри, начнешь соблюдать шаббат. И у тебя будет вот это хорошо. А кашрут у тебя вот это будет хорошо. То есть ты и так вот будет митцвот. И вот награда уже у тебя будет. Наоборот. Мы часто видим наоборот. Во-первых, мы видим, конечно, что человек начинает соблюдать митцвот. У него что-то улучшается. Но это ничего не означает. Даже нельзя рассматривать, что это награда. Потому что ты отнимаешь у себя тогда награду. Улучшается, потому что Ашем хочет, чтобы это улучшилось. Непонятно почему. Вообще нужно знать, что это непонятно почему. А часто мы видим другое. Прямо конкретно видим. Сделать что-то хорошее. И начинается оценить. Наоборот, плохо будет ему. Как пример заболел. Я не грубо простудился, а что-то хуже. Как это может быть? А вот нужно понимать как раз как устроен мир. Что это совершенно не так, как мы думаем. Что сделал хорошее, ты получил. Если человек делает Лишем Шамаем. Сейчас я объясню, что это значит. То тогда Шамаем открывается ему. И к нему начинает приходить свет. Свет это всегда браха. Потому что свет всегда реализуется через разные виды света. Потом, так сказать, проходит все это по всем мирам. И завершается на какой-то брахе конкретно здесь. Здоровье или успех или то, или то, или то. Казалось бы противоречить тому, что я говорил. Что вот, да, ты будешь делать, будет больше. Но мы сейчас разберем. Потому что я подчеркнул одно очень важное слово. Лишем Шамаем. Значит, если это не Лишем Шамаем, никакого брахи не может. Просто нет ничего. Есть только запись тебе, что ты сделал. И это будет хорошо. Выполнение любой мицелисово будет все хорошо. Лишем Шамаем это совсем другое дело. Лимут Тара, например. Лишем Шамаем меняет человека в том смысле, что к нему начинает с неба приходить понимание всякое. К нему даже во сне приходит понимание. И наяву приходит понимание. То есть он начинает... К нему все время приходит и приходит. Почему? Потому что он учит Лишем Шамаем. Вопрос только, что такое Лишем Шамаем. Мы рядом с Мея Шаарим находимся. Это 50 метров от Мея Шаарима находимся. Это поговорка людей Мея Шаарим такая. Их спрашивают, почему есть Махлоки тут? Одна группа евреев, другая приликается, спорит и не спорит. И говорят еще хуже. Как это может быть? Вроде все евреи, все религиозные евреи. Что это такое? И все же Лишем Шамаем все делают. Он говорит, конечно. Шамаем Гдулими. Поэтому у каждого есть кусочек свой. И он Лишем Шамаем в этом куске. А этот в этом. Так ты мешаешь ему просто. Он же всеми силами хочет Лишем Шамаем все делать. А ты просто делая свои Лишем Шамаем, просто ему очень мешаешь. Ты занимаешь место. Отвлекаешь и все. Поэтому идут драки, склоки и так далее. Это анекдот местный. Это шутка местного масштаба. Но мы должны знать, что на самом деле только Лишем Шамаем надо все делать. И мы должны понять, что это значит. Потому что совершенно никакой ясности в этом деле нет. И путаница страшно. Лишем Шамаем это Лишем Приближение. Лишем исправление Тикун Галута Шхина. Это официально называется Лишем Шамаем. Когда на небе есть расхождение между Элоким, даванием всего на небе. И получателем, который называется Шхина. Шхина это получатель всего. А от нее только Браха уже нам получается. Потом. То когда есть Галут Шхина, мы в Галуте. То тогда нет единства этого. Когда нет единства, Шхина не получает. К нам Браха не приходит. Мир выглядит как он есть. Болезни, войны, беды и прочее. Так Лишем Шамаем это хочет объединить. Не для цели получить эту Браху. А хочет, чтобы наверху было в порядке. Но наверху не может быть в порядке, пока Дети Акадош Барагу, то есть еврейский народ, не приближается к нему. Поэтому Лишем Шамаем это только работа с людьми. То есть, чтобы они были ближе к Всевышнему. Это называется буквально Лишем Шамаем. Только это в голове должно быть. Когда это есть, то ты ответ получаешь. Тебе открывается тогда Хохмата Тора. Тебе открываются возможности. Тебе открывается все, потому что ты работаешь на небо. Так с неба тебя укрепляют, чтобы ты работал еще больше на небо. То есть получается бесконечный такой процесс увеличения и увеличения. Если человек не работает на это, то тогда ему не дают с неба ничего. Он может процветать, в смысле, что им будет все хорошо. Но как бы хорошо? Только благодаря его силам. Сколько он есть, столько он будет. Но чтобы вырасти, не может. Чтобы вырасти надо, чтобы дали больше. Каждый человек имеет потенциал. Но потенциал у человека, как правило, ограничен. Чтобы ему дали с неба больше, он должен для неба это делать. А что такое для неба? Всевышний не нуждается ни в чем. Как Лишем Шамаем делает? Это Лишем Баним, чтобы пришли к Шамаем. Тогда Эти Баним делает все Башамаем. Тогда увеличивается Ор Шам. И дается для Шхины. И Шхина дает вниз. Как она дает вниз? Конкретно этот человек получает браху. И, как я сказал, открытие Торы. Постижение или осознание. Или скрепление с Торой. То есть он начинает больше и больше видеть. Может быть ясно, все понятно. Все больше и больше. Это называется Лишем Шамаем. И вот только об этом и говорим. Все остальное нас не интересует. И вот человек делает митцву. Делает доброе дело. Изучает Тору. Лишем Шамаем. Я просто линию провожу. И сейчас он до конца был. Все правильно. Только это мы и рассматриваем. Но он же не может на сто процентов сделать Лишем Шамаем. Человек же имеет недостатки. Хесронот и прочее. Значит даже когда он делает Лишем Шамаем. Это не на сто процентов. Получается, что он не на сто процентов это делает. А награда за Лишем Шамаем делает. Это абсолютная. Потому что это прямо сто процентов держать ему награду. Где она бывает? Лишем Шамаем. Что делать в Ла Мазе пока что? Пока человек взялся делать хорошее дело. И цвот. И изучает Тору. Лишем Шамаем. Мы только это раз. Нас не интересует ничего другого. Только это. Но не на сто процентов. А на восемь процентов. Вот эти двадцать процентов. Которые он не сделал еще Лишем Шамаем. Это неправильно. И он должен здесь Иссурин получить. Эти Иссурин. Во-первых, это Меясринато. Это значит, что это плохо. Это Иссурин. Во-вторых, они Масирима, так сказать. Это привязывает его. Привязывает его. Акадош Барагу. Это значит, что Алла Маба у него без нагрузки будет. Что, дорогой друг, ты пришел. Ты только на восемь процентов. Пока в приемной посиди немножко. Пока позовут тебя в ресторан. Получишь свой обед и все. А пока сиди в предбаннике ресторана. Да, но я голодный. Что делать? Не можем. Вместо ста процентов. У тебя восемьдесят. Значит, посиди, отдохни немножко. Да, я голодный. Это вот и есть тот самый период. После ухода человека из этого мира. До входа в Траклин. Там, где он может. Легнот, Мизи, Фашхина совершенно. Потому что эти восемь процентов только были. А двадцать. Двадцать нет. Но если человек Иссурин получил здесь. То у него двадцать процентов нет этого долгота. Он входит и сразу. Называется. Поэтому у нас называется в Талмуде. Это Мухану Мизуман Леолам Габа. В ту же секунду. Он нигде ничего не проходит. Потому что у него. Это было сто процентов. Но у него не было сто процентов. У него нет человека. Эйн Цадик Баар. Звело и хата. Сказано еще. Ушло Муамела. Как же быть? Хата. Да. А в Иссурин в Тегереце. Понимаете? Да? Вот так работает механизм. Когда человек берет на себя что-то хорошее. Уполняет еще что-то и прочее. И вместо того, что эти лекторы несчастные обещают ему. Наоборот. Хуже стало. Как это может быть? Это значит. Он правильно Лешем Шамаем делает. Теперь с него это Метагерим. Менаким. И он уже так сказать. Не имеет по этому вопросу никакого долга. Это значит, что он выполнил Лешем Шамаем на сто процентов. А не на восемьдесят. Этот механизм. Нужно понимать как он работает. Иначе. Я говорю только Лешем Канад не Лешем. Просто даже не интересно говорить. А все эти обещания и глупости. Это даже Матмак. Никогда не повторяйте. Никому не говорите. Начнешь соблюдать Шаббат. Будет то. Начнешь соблюдать это. Будет то. Никогда не надо говорить. Во-первых. Потому что не будет. И к тебе придут с претензией. Подожди дорогой. Ты мне обещал. Где мое повышение зарплаты. Даже Шаббат начал соблюдать. Где это? Как правило бывает. Может бывает. Но как правило. Дело в том что. Но это не с неба все. Потому что это просто энтузиазм человека. Ему хорошо. А если сказать. Сделай. Потому что оно так. Это вообще нельзя так говорить даже. Так он хочет. Он этого ели. Всевышний хочет. А поэтому и делаем. Написано в Торе. Не кушать свинину. Мы не кушаем. Не потому что она отвратительная. Говорится в Шелхана Рохе. И ты должен сказать. Может быть это даже вкусно. Но Всевышний говорит. Ну что нельзя кушать. Если еврей настоящий не ел никогда свинину. Он не может сказать что она вкусная. Он может только сказать что может быть она вкусная. А вот. Выглядит аппетитно. Я сегодня выхожу из Тахана Меркази в Тель-Авиве. Мне нужна автобус была съесть. Просто перехожу улицу. Иду по Левински нужно идти. Просто перехожу там. Улицу не Левински. Я только должен перейти ее. Но я до Левински перехожу. Перед носом. Стейки. Да. И называется это предприятие там. Типа Малхут Ахазир. Что-то. Ашеми Рахе. Вот до чего дошло. То есть. Малхут Ахазир. Такого нет. Нет. Стейки. Мне разные. Стейки. Вы не понимаете. Мне не это волнует. Потому что мы это видим. То есть. Хуцпа Говер. Это уже называется. Малхут Ахазир. Это значит. Мы уже приближаемся к Тикуна Олапу. Да. В Масеха Цота. В конце. Там где описываются эти все процессы. Которые должны быть. Говорится что. Хуцпа. Говер. Да. Тикба. А это яркий вид хуцпы. Мало того что уже продают. Раньше. Все таки здесь 25 лет почти. Раньше. Полуподпольное. В Иерусалиме два магазина было. Тихие. Такие скромнейшие. Потом. Больше. Потом. По мере наших людей. Это мы. Наш вклад в Израиль. Все это больше и больше. Под Машбиром уже. Там это то 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 то. Все это примерно. Сколько я знаю. Двадцать магазинов в Иерусалиме сейчас есть. Которые продают это. Товар Ахэ. Называется. Хорошо. Видит Малхут. Выходишь из Малхута Хазир. А что они под этим понимают? Королевство. А. Свинины. Что они понимают? Я не знаю. Я постеснялся спросить. Я подумал что у меня не хватит постижения. Постеснялся. Карикатура. Нет. Там в витрине не выставлены были карикатуры. Там было выставлено то что там сказали. Нарезанные дистейки. Нарезанные колбасы свиные. И все что то. И все это при выходе из Таханы Миркази прямо к тебе в нос. Это самое зрачное место Таханы Миркази. Казахский вокзал в Москве. Вы как специалисты конечно знаете. Я только догадываюсь об этом. Я догадываюсь об этом. Мы все догадывались. В общем так или иначе я жил в Москве и конечно вокзал. Но дело не в этом понимаете. Злачные и злачные. Но чтобы свинину еще так обозвать и прямо тебе перед Таханом. Не два квартала. А вот прямо ты выходишь и все. Но квартал туда что-то не принесли. Так не было раньше. Даже в Тель-Авиве. Я говорю только о своих впечатлениях. Что было 20 с чем-то лет назад. Так не было. Даже небо близко как сейчас. Еще была старая Тахана. И там все было злачное сколько хочешь. Но так как сейчас нет. Где-то там в переулках. Где-то в закоулках. Люди выходят и не видели этого ничего. Все было припрятано. А теперь Хуцпа. Прямо ты выходишь. И на Таханевртли же приходят всякие люди. Нет. Нет. Совершенно. не то что вы говорите. Я человек тоже замечаю все. И не прохожу мимо никогда. Ни там ни здесь. Это моя натура. Нет такого что я не замечаю. Все замечаю. И сегодня быть поражен. Этого нет. Значит мы приближаемся к славному завершению. Прямо семейными шагами. Можно еще так сказать. Что эти вот в конце времен приходят души с этого до потопа. Вот этого поколения потопа. Для исправления. Может это они. Нет. Я не понимаю. Нет. А зачем вы говорите то что вы не понимаете. А те кто говорят вообще ничего не понимают. Никогда не слушайте их. Что вы их слушаете. Люди когда ничего не понимают. Потому что они так резко со всякими этими извращениями. Да резко. Появляются. Дайте вам книги семнадцатого века. Вы там почитайте все извращения. И все это узнаете. Только не читайте. Я вам дам. Хотите. С семнадцатого века. Все чушь. Почему чушь. Все кто это говорят. Как правило. Мог ход к тайне. Маленькие умы. Ничего не понимают. Любой человек это маленький ум. Но очень хочется значимо сказать что-то. Я сейчас говорю резко. Для записи не скажу. Очень хочется умно говорить. Очень хочется глубоко говорить. И поэтому начинается. Вот. Проституток полно. Да. Это уже. Значит. Совсем уже. Как говорится. Это полно свинины. Это уже точно совсем. Чепуха. Все. Потому что всегда это было. Всегда это есть. И не надо искать не шамот. И не надо искать не фашот. И не надо говорить вообще о чем человек не понимает. Просто. Совершенно ничего не понимает. Значит. Знает. Что Арекадож говорил. Они. Вовшарокова. Нот. Друж на. Алых. На. Песов. Понимают. И там об этом говорили. Они же не понимают ничего. Ничего не понимают. Зачем это говорить. А красивые. А Арекадож это сказал. А Арекадож это сказал. Четыреста лет тому назад. Не вчера. Четыреста лет он уже все это сказал. Так что приписывают. Последним трем годам. Вот теперь уже ты не фашот у нас пришел. Поэтому это вызывает у меня легкую грусть. И вы никогда не повторяете. Это люди которые говорят. Ничего не понимают. Это те лекторы. Которые обещают за соблюдение шабата. Из лечения. Какой то почечнокаменного заболевания. В человеке. Как это может так. Кто знает связи в высших мирах. Никто. Зачем это говорить. Мы знаем что соблюдать шабат надо. Вот это мы знаем. Это надо говорить. Потому что Арекадож Бару хочет это. А никакой нет связи с шабатом и нашими успехами достижениями. Да. Значит. Поэтому тут говорится Каббалата и Сурин. Нужно понимать почему Каббалата и Сурин приходят. Как акт получения Торы. Потому что теперь никто не хочет и Сурин. Я вам в прошлый раз рассказывал. Никто этого не хочет и все. Да. И нет никакой заслуги в жизни и Сурин и все. Но. Само по себе акт и Сурин. Не нужно из этого делать больше чем есть. Нужно понимать что идут процессы очищения. Идут процессы. И всеми средствами которые человек должен. Он должен делать так чтобы не было Исуи. Он должен молиться чтобы их не было. Он должен пойти к врачу чтобы не болеть. Он должен понимать все это дело. Но не заниматься. У нас нет такого. Этими пустыми совершенно вопрошениями к небу. За что мне и почему мне и прочее. Пустое неправильное совершенно. Просто неправильное. Тогда он закрывает перед собой канал понимания Торы. И тогда он не понимает Торы совершенно. Без кем. Каббалата и Сурин это не Симха Байсуи. А ты понимаешь что это приходит и все. И надо что можешь сделать. Что не можешь не получится. И идешь дальше просто. Нигде не призывается не ходить к врачам. Или не молиться. Наоборот говорится ходить к врачам и молиться. Но не понимать это как. Что мир неправильный. Мир плохой. И я знаю что мне положено одно. А почему мне другое. Кто тебе сказал что тебе положено. Все тот же корень. Все эти люди знают. Все связи в мире они имеют. И всем все могут объяснить. Они просто не понимают ничего. Что уже давно все объяснили. Ничего нового не говорят. И поэтому вы не так посмешишь. Просто мамашу посмешишь. Все эти рассуждения. А как Аль-Якадур сказал? Что? А как Аль-Якадур сказал? Ну он разбирал суть. Почему в Митрае попал. И это так началось это до Митрае. Мы в Митрае попали еще до сотворения мира. Были большие дела. Потом после сотворения мира. Были то что мы читали сейчас. Мабуль и Мигдаль Бавель были. Эти все Нишамот. Эти все Ниццот разбросаны были в мире. Поэтому чтобы это исправить. Мы должны быть там где голод. Там где плохо. Для того чтобы. Потому что там где плохо. Там они есть. Там их можно вытащить. И это причина что мы попали туда. И почему Паро не хотел чтобы мы вышли. Потому что ему нужно чтобы Ниццот не забрали. И почему Паро. Мы все это говорили. И все это там. И не сегодня. А 400 лет назад. Все эти Ниццот и Нишамот и Нифашот. Приходят люди безграмотные. И начинают нам рассказывать вещи. Это не нужно. Так что все это уже сказали. Так. Твой вопрос. А какой критерий. Личный внутренний. Может быть что вот. Я сделаю это для Нишен Сама. Потому что все равно вот эта. Личная заинтересованность. Она преобладает по большей части. Даже если. Если себе честно говорить. Личная заинтересованность. Во первых. Не приписывай. Так уже всем. Личная заинтересованность. Всегда есть. Потому что. Иначе человек не пошевелится. Но. Этот. Знаменитый. Парадокс. Логический. Решается. Очень просто. Или это. Это называется. Или ты. Это Махшир на Митзва. Или Митзва. Митзва. Если человек делает хорошее дело. Ему нужно это хорошее дело. Лишем Шамаем. Как я объяснил что такое. Лишем Шамаем. Для того чтобы сделать это. Лишем Шамаем. Ему важно чувство. Что он умеет это делать. Ему важно чувство. Что это правильно. И прочее. Он получает от этого удовольствие. Он не отнимает ничего. Потому что само это. Лишем Шамаем остается. А если у него. Наоборот. Это. Он делает. Но для того. Чтобы иметь удовольствие. И прочее. Прочее. Как удовольствие. Эмоциональное. Так и. Удовольствие материальное. Он все перевернул. Тогда это. Лишем Шамаем. Лишем Шамаем. Его Митзва. Меньше интересует. Его интересует. Та награда. Которую он получит. За эту Митзву. Но чтобы получить награду. Он должен выполнить Митзву. Он ее выполняет. Но его интересует. Та награда. Алтию. Пиавадим. Амешамшим. Митарам. Первый. Амнатли. Кабел. Пас. Элод. Иву. Пиавадим. Амешамшим. Митарам. Амнатшим. Ло. Амнатшим. Поэтому если первый вариант. То тогда все наоборот. Я должен делать митзву. Иначе я не получу награду. Я их делаю. Мне интересуют награды. Или. Я делаю. Чтобы. Амешамшим. Привести. Детей. Кадошь. Барву. К нему. Но что мне делать. Если я по дороге получаю это удовольствие. Я рад. Что я это делаю. Я доволен. И прочее. Я не скрываю этого даже. Но это мне Махшир. Махшир. Это мне помогает это делать. Но само дело меня интересует. А не мои удовольствия. А я могу все перевернуть. И будет мне интересовать только мои удовольствия. Что бы их получить. Я должен сделать. Так мне запишут маленькую галочку. Что я все равно underwear тфили надел. Я все равно даже пошел ему что то хорошее сказал. Но мне это не интересует. Или это хорошее. Ни он. И ни кого. Мне это интересует только я. Так мне запишут маленькую галочку. а не ту большую, которой надо было бы им вот примерно значит еще раз каббалат и сюрин это нужно так человек понимает устройство мира тогда он их мекабен а понимание устройства мира понимает тоже значит это сюда входит а макират мекамо нужно знать свое место что такое свое место это значит, что ты должен маклякир что у тебя есть шорочный шамак конкретно у тебя есть потенциал конкретный и что ты, если стараешься все по честному делать и где ты находишься, там все правильно это есть твое место на всю жизнь никто сказал я же продолжаю работать, продолжаю стараться мое место здесь оно потом может повышаться, повышаться или не повышаться, я не знаю я не место мое интересует меня, а то мое то что я делаю интересует и где я нахожусь, там оно мое место и есть сейчас снимаю зависть перед другими отношениями другими и кроме того, я освобождаю себя от переживания почему я на этом месте почему я только такой я хочу быть такой это не должно быть потому что я может только если я вижу, что я что-то не доделал, не сделал тогда я по конкретной недоработке буду думать но мое место меня всегда не интересует потому что где бы я ни был, значит там я должен быть это есть мое место то что я смог сделать но главное буду дальше делать глядишь вон и здесь буду но не важно, где бы я ни был, там я должен быть это когда ты запоминаешь ты освобождаешь себя и опять впускаешь в себя больше понимания вместо переживать почему я так ты занят, что я могу еще то есть запомнил эту формулировку вместо почему так человек должен думать почему что я еще могу в этой тактике объяснил что мое поколение это поколение смены смены всяких явлений общественных в том числе избрание президента Кеннеди его знаменитые слова инаугурационной речи двадцатого января шестьдесят первого года дату легко помнить потому что я по выбору в шестьдесятом году присягов всегда двадцатого января следующего года не то что я знаю а просто это всегда одинаково я помню я сам слушал в оригинале трансляции голоса Америки мне было четырнадцать лет я знал английский неплохо и слушал прямо трансляцию его и просто был поражен совершенно его словами my fellow Americans то есть мои полицы едидай, поверай, америкаи не спрашивайте что Америка может сделать для вас а задайтесь вопросом что вы можете сделать для Америки и я на этом вырос это мой лозунг в моей жизни просто что я сделал это было при мне я был в стадии становления это возраст 14 лет я просто это впитал и потом уже перевел я сразу Америка здесь ни при чем я сразу впитал на своем уровне понимания и дальше это стал лозунг и просто вот это лозунг это я про себя сейчас говорю это всегда лозунг что я еще могу сделать мне почему так что я могу делать я иногда думать я могу удачно решить я могу неудачно решить это то чем я занял что я могу еще сделать это уж теперь уже когда я больше знаю то это Лешем Шама который он перевел, что такое Лешем Шама там я не так понимал еще, но я понимал вот эту формулу все равно, как минимум так, как он ее сказал, просто Америка была не для Америки, а для еврейского народа, потому что я как бы всегда был патриот еврейского народа поэтому я там перевел эту Америку как еврейский народ но не больше, но вот это была позиция 20 января 61 года это ты знаешь, где ты находишься и что ты еще можешь сделать, вот это то, что а не почему макиры от Маклмо не задают вопрос Миша макиры от Маклмо он не задает вопрос, почему он здесь находится вот на таком уровне или вообще, почему он так в жизни так, 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 дальше думаешь что ты еще можешь сделать и седр, идем дальше дальше понятно, в Америка Если ты макират мекомо, и если все это ты мекабе, то ясно, что будет, то обязательно будешь самеет мекомо. Хелек шелха ваулам по, ата самеет шелешлах хелек по, мизе ата агулая халак. Ты самеет. Если ты будешь задаваться вопросом, почему и зачем, ты не будешь самеет. Если ты не будешь самеет, ты не открываешь ценород, каналы получения тормоза. Напоминаю, вся мечта это получит тормоза. Если человек в лосамеях, не получит тормоза. Он закрылся, у тебя зажал, он зажат. Если он зажат, у него сжатые сосуды, ничего не прийдет. Что такое причина следственная, да? Все время, да, все время. Это предоставляю вам просто, потому что очевидно, естественно, каждый может. Беседр, что у нас еще? После того, как анахтус меким бехелко, бехелкейник. Нам приходят, это очень часто в торе такое есть, и говорят, подождите, ребята, вы не расходитесь. Так уже слишком, не размахивайтесь. Самея бехелко, бакерек бекамо. Все уже отлично. Очень хорошо, молодцы. Смехим к нам. Ребе. Человек должен ставить границы, как он говорит. Он не должен быть болтуном. Почему здесь вы все ищете связи? Человек сам, он хочет поделиться со всем миром. И он говорит, подожди. Не надо. Не надо делиться всем. Тебе очень... Да, но я же не говорю, что плохое. Не бегаю жаловаться. Я хочу хорошим поделиться со всем. Тебе говорят, подожди. Ты не знаешь, что будет завтра. Ты не знаешь в том, что ты видишь хорошее. Ты не знаешь все. Ты должен быть со мной в их отдыха. Но не надо бегать и говорить об этом по нескольким причинам. Во-первых, лифтуах пелесатан. Лифтуах пелесатан. Это позволит мекатрек на небе. Категор мекатрек. Посмотреть на этого болтуна, который болтает и всем делится, как ему хорошо. Как он самехлихелко. Какой он счастливый человек. И говорят, а, так, счастливый человек. Очень хорошо. Нет, на небе даже мекатрек, даже сатан не может несправедливо что-то сделать. Но у него есть возможности, которые в книге Йова сказали. Мы сейчас возьмем бинокль и посмотрим на него вот так, более пристально. Смотрим в бинокль и видим, что все в порядке с ним. Хм, что делать? Самехелко бегает и продолжает делиться. С таким счастьем у нас было. И мы смотрим в бинокль и ничего не находим. Ничего. Среди нас ученые сидят. Скажут, что у нас есть микроскоп. А в бинокль не видно. Мы возьмем микроскоп. Посмотрим в него в микроскоп. И найдем обязательно. Что сказал Шломан Менов? Эйн цадик ба арец веной ехетан. Нет такого. Найдем обязательно. Найдем обязательно и тогда скажем. Берем это плохое. Что человек не там, где он нужен. Хет. Берем плохое в нем. Идем, как а дожьба руху с этим. Сатан идет туда. Это буквально механизм. Вперед это. И говорит, что это значит. Человек процветает. Всем рассказывает. И все такое. Вот я нашел у него. Вот микроскоп я нашел. И не может Акадош Бару Гутада сказать Астазов. Потому что пока Сатан не пришел. Значит Маареха Тадди не работает. И человек процветает. Приходит Сатан. Он говорит, подожди, подожди. А за это когда? А кто будет взыскивать? И тогда Акадош Бару должен дать ему распоряжение. Иди взыскивай. Пойдет взыскивать. Поэтому, говорится, в Аусе сиягли двора. Нужно сияк. Нужно меньше говорить, чем ты хочешь. Что это за слово сияк? Сияк, в принципе, это забор ограничитель. Тормоза. Тормоза на язык. Я знаю, что женщинам очень тяжело. Но даже женщинам это надо. Калва Хомер, мужчина. Сияк на язык. Не надо молоть все, что только тебе в голове пришло. Я не говорю о том, что не надо жаловать. Само собой. Но не надо даже, что с тобой хорошо, тоже не надо все рассказать. Но я же самея баханви. Мне сказано, самея баханко. Да. Но тут же говорится, тут же. Аусе сиянки двора. Значит, во-первых, тогда мыкатрегим, уменьшающих возможность действия. Понимаете, да, что я говорю? Это очень важно. Во-вторых, ты не правду не говоришь. Ты не толкаешь себя на ложь. Потому что то, что тебе хорошо и все. Ты же не знаешь, халила через день, может быть, все поменяется. Не важно, почему и как. Не в этом дело. Люди увидят, что ты их обманываешь. Ты был самех, а завтра ты не будешь самех. По причинам уважительных. Но люди, что тебе? Смотри. Он болтун и обманщик. А ты же не знаешь, зачем. Поэтому же сиянки. Когда этот сиянк есть, люди ничего не скажут. Потому что понятно, что человек может в хорошем настроении. А завтра не в хорошем. Так все люди так живут. Сегодня в хорошем. Завтра в хорошем. Но когда он сегодня на седьмом небе. А завтра мы видим, что это совсем не так. Мы говорим, что это что-то пустоголовый какой-то. Легковесный. Несерьезный человек. То есть ты позоришь себя на людях только потому, что ты бегло рассказываешь. Поэтому сиянк литвара. Таким образом человек тоже постигает то. Что-то он понимает. Иначе он будет ничего не понимать. Потому что к нему что-то приходит не очень хорошее. Он не понимает почему и как. Смущен. Мозги, как говорится, не понимает. И литературу не понимает. Начинаются те вопросы, которые вначале сказали не должны быть. Почему? За что? Что такое? Почему это мне выпало? И это просто нельзя даже задавать. Это просто совершенно другое нужно задавать. Что я могу еще сделать? Макирит. Я нахожусь здесь. Все, что я хочу, это еще что-то сделать. Что мне поможет разговоры? Почему? И за что мне это выпало на мою бедную долю? И на это есть вечный ответ. И самое правильное. Бедная доля. Ты же дышишь сейчас. Ты дышишь. После этого ты жалуешься еще. И ни один человек не может сказать, что я не дышу, потому что когда он не будет дышать. Это акт смерти называется. Это математическое определение. Ты дышишь. Начинается опять. Макирит. Это макомор. Если можно помочь ему лечением, надо ему помочь. Если нельзя, надо молиться, то и то вместе. И ясно, что один так, другой так. Но он дышит. А вот тот человек, иди на Арамин уход. Посмотри, там большое количество людей, которые уже не дышат. Там, поэтому они смехи для хэлка. Как снять. Да. Поэтому там на кладбище делится хэлка называется. Каждый сам мех для хэлка. Я всегда, если мысленно ввожу туда туристов, но я, к сожалению, не имею времени, но я бы очень хотел. Туристов не исходят. Туристов людей. Особенно мой идеал, это старшеклассников нужно на кладбище. Приводить. Раз в год, я считаю. И говорит, смотри, видишь, просто пройди и прочти, что напишешь. Кто написал, кто написал. Где эти люди? Их уже нет ничего. И смотри, какая тишина. Никто не дерется, никто не шумит, никто ничего не делает. Что вы, там, в 17, что вы шумите? Надо, в 17, надо стараться, надо быть энергичным и все. Но почему же драться с другими людьми? Почему же вырвать кусок у другого человека? Посмотри, эти люди, которые лежат, они только этим в основном, кстати, занимались. Поскольку они мирно лежат. И они что забрали, что они забрали с собой туда. Вот то, что они хотели нахватать в жизни, они туда принесли. Нет. Все в пустую, просто. Мамас. Это урок, который... Идуть сто уроков в школе, несравнимые вот с этим коротким разговором. Причем на уровне педагогики. То есть наглядное пособие. Могилы это наглядное пособие. Потому что эти же речи можно и не на кладбище говорить. А ты пришел к этому ребенку и говорит, посмотри, что тут творится. Это вся работа. Там пишут всякие глупости. Это вот дорогому там папе, любимой маме. Незабвенно это никогда не забудем. Что не забудем? Уж давно в Новой Зеландии они живут, а этот лежит здесь. Зачем глупости эти писать? Это шекер, гамур. Поэтому по закону нельзя ничего писать. Пишут только эмет. Эмет это дата смерти. Это единственный эмет, который может быть у человека. Имя и дата смерти. Дата в день. Нет, никогда. Дата в день тоже неизвестна. Не знаю, куда он там вратится. Смерть зафиксирована. И его положили туда и записали. Все, гамар. Имя, как его звали. И все, больше ничего эмет нету. Все остановишься. Имя, как его звали. Не, но его знали, что он такой-то бен плони, бен плони. И все, больше ничего не надо. Это просто линтификация. И дата смерти, и все. А незабвенные и такие, что это незабвенные, что это не... Гамар. А такой вопрос от детей. Можно вводить на помощь? Конкретно детей. Нет, только для педагогических целей. А для других нет. А зачем? Что они извлекут, если нет педагогических целей? Это будет себя вести неправильно, несерьезно. Дети же не управляющие. Нет, есть общий подход вообще не ходить на кладбище. Но поскольку уже давно люди ходят, после того, как стали ходить, надо думать, кто должен ходить. Чем меньше, тем лучше. Сужать максимально. И детям совершенно не нужно ходить. Моя идея, это экскурсию сделать на кладбище. А не ходить на могилу родственника. Экскурсию нужно. Экскурсия должна учить детей, как нужно жить. На основе вот этого. Так что, хелкому должны знать, что хелка, аллаф, хелка, бета, самеха, хелкому. А что вы слышите там возражения? Кто-то лосамех из тех, кто лежит. Все тихо ведут себя. Да, все спокойно. Никаких возражений. Нет возражений, это ничего. Макират макому, самех бахелко. Все, что здесь, там есть. Так. Что у нас дальше? Смотрите. Значит, после того, как он самех бахелко и хелкому двору. Значит, он же сам по себе человек доволен. Да, он самех. Все как правильно. Он правильно всегда. И он тут у него минное поле вступает. Потому что в этом минном поле он может подумать, что вот эти все свои хорошие качества, эти достижения, эти постижения. Так, и что он такой? Называется Махзик Това Ля Цму. То есть он Махзик, Хазак. Это силой Това к себе притягивая. Это я такой. Все-таки я не глупый человек. Все-таки я талантливый. Все-таки я такой. Все-таки я такой. Вон как понял, вон как знаю, вон как все. Это очень неправильно. Ты опять путаешь тогда, и Тору не поймешь. Почему? Если думаешь, что ты источник этого, ты не знаешь того источника. Если ты не знаешь того источника, ты от него ничего не будешь получать. Я хочу вам объяснить, почему это здесь находится. Это в принципе правильное. Получение Торы, это прямо перекрывается канал, понимать Торы. Потому что Махзик Това Ля Цму. Вейно Махзик Това Ля Цму. А понимает, что это от неба идёт. Есть другая беда здесь, которая я должен сказать вам обязательно, потому что вы среди людей крутитесь, люди это говорят, неправильно говорят. Больной человек выздоровел. Ну, ему говорят, хорошо, молодец, всё. Он сразу ждёт. Я это... Ну, это всё вон. Правильная мысль, да? А кто ты врач? Причём здесь врач? Это я вот. Ашем Рофехолим. Есть такая фраза, да, у нас? Причём здесь врач? Что просто? Из Талмуда, что мы извлечём про этого человека? Килу Энну Элока. Это безбожное. То есть худшее ругательство человека, что он безбожный. Да, но наоборот сказал, что всё, Ашем. Безбожный. Почему? Врач тебе помог, у тебя нет товара. Ты не можешь сказать людям, что мне врач хорошо лечил. Тем самым славу этого врача может быть повысит. Мы говорим только правду, нельзя ложь говорить. Почему нельзя сказать, что я был у врача, и он сделал то хорошее, и то хорошее, и пятое хорошее. Врач шалей от Всевышнего. Конечно, от Всевышнего всё пришло. Но почему нельзя про него сказать? Нет, только Всевышний. Только Всевышний ты говорил, когда ты сам себя будешь лечить. А пока ты хочешь другому человеку, ты можешь сказать спасибо. Другому человеку. Мушар-Абейн не мог ударить по реке египетской. Мил, помните, ему велено было ударить, но он не мог ударить. Всевышнему сказал ударить, чтобы кровь там была и всё. Но он не мог, дал Аарону, чтобы он ударил. Потому что он в этой реке был спасён. В реке даже неодушевлённый предмет. Но тот, кто знает мир, он знает, что всё одушевлённое. И Мушеттам был в этой корзинке и был спасён. Он уже не мог ударить по этой реке. Потому что это неблагодарность. Да, это не я, это мидраж. Он просто в контексте вам объясняет этот мидраж. Это называется, что он не понял ничего. И когда мы здесь говорим, что он говорит про себя, что это Всевышний, это правильно. Но когда тебе врач помог, когда тебе учитель научил, учитель научил, кто мне научил? Это Всевышний мне дал всё. Иштабах шмог. Безбожник. Хотя говорит Иштабах шмог. Всё-таки он не вписывается вот в эту информацию. Вписывается, вписывается, потому что ему всё хорошо, он может по себе всё приписать. А таким образом он всё верст. Ну, конечно, он сам я как-то, он всё доволен, всё хорошо. Какой я молодец. Нет, подождись, молодцы. Нужно понимать, кто источник этого. Я просто хотел подправить, тикун сделать, что в этом, то, что вы слышите вокруг часто, это вот Иштабах шмог, слова прекрасные. Бару Гошем прекрасные. Что они говорят? Бару Гошем. Что Бару Гошем? Что конкретно? Бару Гошем. И это думает, что они прославляют имя Всевышнего. Вместо того, что скажут, что мне врач помог, и, конечно, по воле Всевышнего это всё произошло. Но кто тебе помог конкретно? Кто был? Какая река? Мошарабейна, кто его спас? Всевышнего спас, а не батья, дочь фараона. И даже не Мирьям, который вот эту всю идею привёл. Всевышний спас. Так мы будем уже не благодарить Мирьям, будем ждать 7 дней, когда она будет царат. Помните? Залашонара. Почему мы ждём? Потому что она спасла Мошарабейна. Мы уже ждём. Значит, мы батю скажем спасибо. Да, она вышла с нашим народом. И мы её помним, вспоминаем. А кто спас? Ашем спас. Реканил спасла. Реканил тоже спасла. То есть и батя, и Мирьям, и реканил, все участвовали в спасении Мошарабейна. И поэтому Мошарабейна не мог ударить по реке. Иначе это было бы Эйна Карататов. Сказали бы, что он безбожный. Вот это, хочу, чтобы вы понимали, все эти тонкости. Причём всё только в силу. И что ваше. Но нужно понимать это всё, а не бездумное кукование, кукушки и как-то нам кто-то попугай. Почему тогда, если я могу сказать спасибо другому человеку? Я обязан сказать спасибо тому же врачу. Почему я не могу сказать спасибо себе? Если я что-то сделал сам по себе? Сделал сам по себе? Да. Потому что... Я что-то постарался, что-то приложил усилия, улучил себе что-то. Не знаю, вылечил себя. Да, придём лекарства, вылечил себя. Да, сам себя вылечил. Поскольку человек делает сам себе это, то он на всех этапах делания всего лишь только сам. Ну и врач тоже он делает, я ему плачу денег, и он делает. Нет, он делал, может не делать, может не уметь делать. Слава Богу, что он ещё умеет делать. Хорошо, что он догадался, поставил диагноз. Ты можешь платить миллион долларов, а диагноз тупой врач у тебя поставит неверный диагноз. На право и на лево, мы только это и видим. Причём здесь деньги, что ты им платишь. Надо, чтобы он имел знания. Желание, мозаль, что было. Мозаль-то с неба идёт, да. И всё, и ты ему даёшь спасибо, что он это всё сделал. Когда ты себе делаешь, ты себя не можешь только в рамках шизофрении, ты можешь себя от себя отклеить. Поэтому все твои процессы, ты внутри себя находишься. Ты это ты. И ты не можешь снаружи себя благодарить. Хвали. Хвали. Да? Мы не говорим, нет. Почему? Всё, человек может убить другого тоже, но нельзя. Когда я говорю, не может, значит нельзя в смысле. Нельзя похвалить? Нет. Конечно. А что себя хвали? А что себя хвали? За что себя хвали? Как это можно сказать? Ай да Пушкин, ай да Супер. Да. Хотя бы тогда полную фразу можно сказать. Да сэр, нет? И акцент, особенно на последних двух словах. Да. Да. Это правильно. Вот. Это шутка. А всерьёз нельзя. Потому что ты не можешь сам себя от себя отойти. Ты не являешься объектом. Ты сам субъект. Ну хорошо. А почему у меня было что-то отец? Ну что ты это сам? Что уже? Ты хочешь пил-пули им со мной проводить? Это даже не логично. Это очень логично. По крайней мере, смейт очень приятно. Нет, поскольку здесь кабинет стоматолога, а не психиатра, я предлагаю шизофренией не заниматься. И ты здоровый человек, и не надо из себя делать никого. Человек слить сам с собой. Да, но у меня есть слить. Либо недовольство, либо недовольство собой. Недовольство собой это одно, а благодарность себе это совершенно другое. Ну, довольность. Так человек всё время довольный. Всё время довольный. Прошёл мимо магазина, увидел красивое, вкусное пирожное. Не купил. Недоволен, потому что ты его не купил. И всё это вот тебе вот уже и доволен. Самер бихалко. Да. Самер бихалко. Прямо сказано, что можно? Правильно? Спасибо. Говорите, самер бихалко. Это, наоборот, нам говорит, что это надо, чтобы было самер бихалко. Но тут же говорится. Потому что это не надо. Если ты, Акадош Бару Богу, ему только говоришь. Если по дороге тебе кто-то помог, так надо в этой системе, Гошем. И всё, что от него пришло, попался мне по дороге врач. Так нужно ему тоже быть спасённым. Да? Правильно? Правильно? Так. Ещё 2-3 минуты. Дальше, который я вам должен дать объяснение. Иначе не будет понятно. Агум. Огеф это Маком. Огеф это Бриот. Огеф это Цедокот. Огеф это Мейшарим. Огеф это Тухахот. Это мы сегодня не разберёмся. Я просто прочитал вам 5 Огеф. 5 или не 5? Огеф 1, Огеф 2, Огеф 3, Огеф 5. Очень хорошо, как и положено. 5. Всегда в мире есть или 4, или 5. Потому что всё идёт от имени Всевышнего. А в нём 4 буквы. А если мы вникаем более глубоко, то буква Йод имеет ещё этот самый Кот-Кот-Шел-Йод. И всё, 5 тогда получается. В этом высокодуховных вещах 5. Во всех остальных 4. Что такое Агум? Поднимите мне по счёту комментарий. Вместе с Агум 6. Вот поэтому нужно 5. А Агум это другое. Что такое Агум? На иврите что такое Агум? Агум это? Любимый. Любимый, да. Его любят. Не он любит других, а его любят. Теперь как сделать? Тут же повеление, нам говорят. Это, 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 это. С повеления до Е Агум. Если меня не любит никто, так как я могу сказать? Я могу себе сказать, что я любил. Но как я могу сказать, что другие меня любят? Я ничего не могу сказать. Это же от меня не зависит. Поэтому, значит, правильное понимание, которое... Агум это заголовок. Агум. Это котель, заголовок темы. И дальше 5 путей, чтобы ты был Агум. Перейш сет. Ох, это Маком. Это Кадош Бару Гу. Ох, это Бриот. Ты должен любить людей, а не люди тебя. Ох, это Бриот. Ох, это Тадако. Ты должен любить делать хорошо. Делать сеток. Давать Тадаку. Ты должен любить это делать. Что мне делать? Я должен давать Тадаку. Не подход. Надо же, какой схут у меня есть, что я могу дать Тадаку. Кадош Бару дал мне заработать. У меня есть деньги. Это схут или она дать Тадаку. Это же такое счастье и удовольствие. А я же могу быть нищим. Если я буду нищим, я не могу дать Тадаку. Значит, Ох, это Тадако. Ох, это Мишарим. Значит, я Ох, это то, что можно идти в Бадерах и Шарал. Потому что, в принципе, в Бадерах и Шарал очень тяжело. Идти в жизни. Любой человек, он окружен реалиями. И он должен крутиться в этих реалиях. Поэтому он будет крутиться. Но он должен для Игоф это Мишарим. Чтобы было меньше выкрутать все. И Ох, это то, хахо. Это самое тяжелое, последнее. Это нужно любить, что тебе скажут что-нибудь нелицеприятное. Это уже высший класс. Высший пилотаж. Мало того, что ты терпишь это. Ну, хорошо, я терплю. Но что он мне делает? Мне делает. Так ты еще это любите. Это уже от меня, ребята, хотите слишком много. Спасибо за это сказать. Да? А то ОГЭФ, ОГЭФ, ОГЭФ. Вы вторишь? Надо же. Потираешь руки с удовольствием. И так меня вчера выругали. Сегодня вас выругали. Сегодня вас выругали, да? Вы должны потирать руки с удовольствием. Но не благодарясь там. Еле пришли на урок. Не хорошо, что пришли на урок. Чтобы ты был Агув, у тебя есть пять этих путей. На этом мы заканчиваем. Вазрат Ашем. Вот вам это хорошо, правда? Я очень рад. Я очень рад, когда наши уроки помогают. ОГЭФ, 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 ОГЭФ. Где написано? Нет, что вы там меня избиваете? Это серия, друг, да. Это уже серия. Сегодня вы не путаете меня. Митрахекми, это совсем другое область. Там начинается Митрахекми, Кавод, Магисли Боба, Тангудо, Энос, Амех, Гараа. Это те качества, которые не развивать в себе. Потому что кроме развития нужно еще и лотаться. Кроме Асэ надо еще лотаться. Это мы разберемся. Так, спасибо за терпеливое выслушивание. Что-то Никита хохот не получил от вас. Я уже потираю руки.